Когда город засыпает, дорожные службы уходят на работу. В Кохме на Ивановской улице ремонт дороги ведется в вечернее и ночное время. Меры вынужденные, признаются дорожники. Трасса очень узкая. Днем проведение работ привело бы к серьезным заторам. Дорожное полотно сильно разбито. А поскольку строительный сезон не начался, делать заплаты можно только из литого асфальта. Состав минпорошок, мелкозельный состав песка и щебень. Температура этого литого асфальта составляет 190-200 градусов. Порядок работы. Была бы плюсовая температура, то есть и минус 5 можно работать. То есть неестественно, лишь бы не было дождя. Прежде чем залить яму асфальтобетоном, поверхность необходимо тщательно подготовить. Призой удаляет старый асфальт щеткой, вычищает грязь и выдувает пыль. Если данную технологию нарушить, то новые заплаты долго не прослужат. Когда установится плюсовая температура, предполагается ремонтировать 2 километра дороги. А в 2014-м планируется выполнить реконструкцию всей Ивановской улицы. Эту дорогу много лет не ремонтировали. Не в лучшем состоянии находятся и трассы между городами Иваново и Кохма. Участок между областным центром города Иваново и города Кохма также требует реконструкции. И сейчас происходят документы по передаче на баланс департамента дорожного хозяйства. В этом году будет разработана проектная документация на реконструкцию данной участка дороги. И будет направлено средство для производства этой работы. Привести в порядок дорогу между Ивановым и Кохмой планируется уже в этом году. При новом хозяине трассы департаменте наконец закончится многолетний спор о том, кто должен содержать межмуниципальную магистраль.